Сделано в ветке Сделано в ветке Вот там, прям читаю сейчас Цитирую, за это время, за 20 лет Ее авторы объехали пол России И всю Кировскую область Ну вот за 5-то лет, наверное, уже и всю Россию Удалось объездить И еще раз проехаться по Кировску Почему? Ну вы знаете, сменились как бы Руководители Департамента сельского хозяйства Подождите, Алексей Алексеевич уже Много-много лет возглавляет Я ведь еще помню, Егор Андреевич Агафонов Когда работал Потом работал выдающийся Руководитель, выдающийся аграрий Алексей Петрович Логинов Вот при нем Был расцвет программы И он считал, что мы не можем здесь Вот только... Это 90-е, соответственно, да? Да, это 90-е годы Самые трудные Когда он пришел Уже готовили карточки хлебные И тогда он создал При Агроснабе Продовольственную корпорацию То есть Очень сложный период Но решение было правильное И аграрии не хотели даже сеять Не могли сеять Он Агроснаб покупал у них Приобретал продукцию И взамен горючее Они не могли купить горючего Они не могли купить семена Агроснаб всем обеспечить Такой баш-набаш пришлось, да? Баш-набаш Это была очень Правильная оценка ситуации И такой талантливый ход Вообще человек удивительно талантливый И команда У него была выдающаяся команда Алексей Санчекилев Один из лучших агрономов России Лидия Ивановна Лаптева Зоотехник Владимир Александрович Домрычев Агропромсоюз И так далее Ну, в общем, там собрались Самые талантливые люди И самое главное Что Алексей Петрович Подбирал Таких руководителей Которые бы По уму Не просто соответствовали В этой отрасли А знали намного Больше В данной области Ну, Алексей Александрович Кирилев Это один из самых талантливых Людей Кировской области Агроном по образованию Ну, по образованию И был главным технологом области Благодаря ему Кировская область Получила корма Он научил Получать корма Чтобы были высокие надуи Но об этом очень много Можно рассказывать Ну, безусловно А с чем связано Все-таки то, что вы ездите Это сказали вы Не очень много уже В последнее время По области Потому что Все, что было в России Мы завезли Это одна из причин Ну, вот мы привезли Эту технику Эти технологии Говоря мы Уточните, пожалуйста С Чекилевым С Чекилевым Логинов Чекилев Ну, Логинов не ездил Он просто Помогал нам Им финансово Чтобы поехать И давал машину Мы ездили С аграриями Тогда был Очень сильный корпус Я не хочу сказать Что сейчас слабый И сейчас сильный Аграрный корпус И мы ездили Привезли Современные технологии Значит На западе Мы доехали До Гомеля Белоруссия, соответственно Белоруссия, да Очень тяжело Тогда жила Но там ученые Очень интересные были С почвой Интересно работали По югу Мы доехали До Белгорода Белгород Орел Вот все вот эти города Области Рязань Орел Мы встречались С самым выдающимся Губернатором России Тогда был Вылетел Искры Губернатором Какого региона? Орловской Орловской области Вот Встречались там И они тогда уже Занимались Почвой Обработкой почвы Вот по методу Мальцева Что ли Терентия Семеновича Если радиослушателям Известно Это имя Это выдающийся Академик Народный академик Который сказал Пахать Это преступление То есть Вот Алексей Александрович Чекилев Сделал революцию В земледелии Здесь Кировской области Ну наверное Пахать не везде Преступления А в регионах Рискованного земледелия Так скажем Как называют Нашу область Вы знаете Вот Мальцев И отчасти Чекилев Считает Что у нас Регион Недостаточно Рискованного земледелия Недостаточно Можно сделать Чудеса Какие-то Нет Ну Если мы посадили Картошку Она вырастет Ну есть конечно Риск Есть Но Все-таки Зона рискованного земледелия Это Казахстан Это Юг России Потому что Там пыльные бури И когда они Возникают Сметают Все что посеяно Я вот видела В Казахстане Я после университета Работала в Казахстане И видела Эти пыльные бури Когда В одном метре Не видно Человек И вообще ничего И когда Рассеивается Пыль То Посевов Нет Вот Это и есть Строев Его фамилия Егор Строев Егор Семенович Самый Губернатор Головского Области Называли Великий Крестьянин России Егор Семенович Строев Он очень Много Сделал Для области Ну Так вот Что-то рано Он ушел В смысле С поста Вот Ну не знаю Причины Просто не знаю Вот Но он Там заложил Основы Рыночной экономики Агрофирмы Холдинги Вот это от него Логинов туда ездил Перенял И вот при нем Началось это движение То есть вот эти Девяностые годы Которые все Клянут Ну в них была И надежда Понимаете Вот Надежда И политическая Надежда Была Я не очень люблю Говорить о политике Потому что Не политолог Но Скажем Горбачевская эпоха Очень много Дала России И могла Очень дать Много Крестьянству Ну как-то Вот Не случилось Конечно же Хочется сказать Слова благодарности Вам За вашу передачу Конечно И многие Я думаю Слушатели К этому присоединятся Потому что Ну во-первых У меня деревенские корни Да Я прекрасно Понимаю Я слежу за вашей программой И передачи Да Передачи эти Ну они очень разноплановые По эмоциональному содержанию В том числе Они Навивают там На сердце И радость Безусловно Да За наше сельское хозяйство Иногда и отчаяние И горесть То есть Самые разные эмоции Скажите пожалуйста То же самое Наверное И чувствуете и вы Как автор программы Да зачастую Вот как вы справляетесь С какими-то тяжелыми Очень моментами Когда Действительно тяжело Морально Ну у меня такой Простой что ли Метод Может это и не метод А просто Выход что ли Я Звоню людям Которые Мне очень близки Вот до сих пор Мы дружим С Алексеем Петровичем Логиным Он консультант Нашей программы И когда Какие-то вопросы Такие Сложные Очень сложные В экономике Да и В психологии Хозяйства И людей Которые там живут Я звоню Алексею Петровичу Логинову Вот К сожалению Он Рано очень Ушел с работы Потому что Заболел Вот И Ну Я считаю Что он знает Все Или почти все И Вот В этом году Был обвал С молоком Цены Обвал Закупочных цен Да Обвал Закупочных цен На сырье Да И мы потеряли Где-то 500 миллионов За полгода Аграрий Потеряли Я имею ввиду Я ему позвонила И он Через какое-то время Перезвонил Говорит Вот так надо То есть Ситуация Такая же Когда Хотели карточки И он Вот понимаете Вот Но он даже Не консультант Даже не консультант Репинг Геннадий Спиридонович Совершенно Выдающийся человек Был его замом Ему тоже Звоню Вот Они Ну по-разному Успокаивают По-разному Логинов Он всегда Видит Перспективу И в сегодняшнем дне Ну такое За любым негативным моментом Да Готов разглядеть Проблеск Да 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 Потому что он говорит Вот мы же создавали Агрофирмы Никто не верил Мы хотели Чтобы Крестьяне Имели Производство Переработку И магазины Все кричали Аграрии Там были Очень большие споры Но он Всех Посадит за большой Круглый стол И говорит Так 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 Вот так Коллегии проводил Так Вы Как вы Как вы Как говорите 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 Вот То есть Вот В таком плане Проводил Они не хотели Они говорят Мы крестьяне Мы будем Производить Сегодня Он правильно Он правильно Тогда говорил Подожди Время Все должно Изменить Но это мудрость Да ведь Правильно Время лечит Да Время лечит Время подсказывает И сегодня Вот Я из Тужинского района Приехала И там уже Фермеры Производство Переработка Магазины То есть Обращаются К этому Кто-то удачно Кто-то неудачно Но тогда была Очень большая поддержка Государственная поддержка Когда это все начиналось Да и многое другое Вот Чекилев тоже говорит Алексей Александрович Что Ну вот Не все Понимают Безотвальную обработку То есть Бесплуг Бесплужную А время должно Ну Время-то мы упускаем Почву-то Ведь понимаете Ведь безотвалка Она не дает Большого урожая Большего Чем Отвальная Но она сохраняет Почву А разве есть Большая задача У региона И вообще у крестьян Чем сохранить Почву А сохранить Значит Да Урожей будет На следующий год И на следующий год И так далее Вперед Вперед Да На взгляд на перспективу Безусловно Ну 25 лет Вы что называется Плечом плечу К нашему сельскому хозяйству Не знаю Насколько Корректно Ставить такой вопрос Но Вот когда Самый был Взлет на вашей памяти Нашего аграрного комплекса В Кировской области И когда вот самое Самое падение такое Вот всю основу Сегодняшних успехов Заложила Заложила команда Логинова Вот эти специалисты И надои И урожаи То есть они В растеневодстве В животноводстве Привели Все в систему В области И вот тогда Был взлет Только результат это Через несколько лет Но основа заложена Была именно тогда Но вместе с тем Я скажу Что нынешний Глава департамента Министр Он Поддержал Эту ситуацию Котлечкову мы имеем ввиду Да Котлечков Алексей Александрович Котлечков Алексей Алексеевич Алексей Алексеевич Котлечков Поддержал Эту Систему Но что-то Изменил Что-то Нет Понимаете Вот я убеждена Что Вот нужно у коровы Родиться Чтобы управлять Хозяйством Интересное Соображение Ну так Ну образно Если сказать Ну не буквально Конечно Что нужно Вот познать Этот крестьянский мир Он очень Поэтичный Очень тонкий Они ведь Вот Не такие люди Как мы Вы знаете Вот мне недавно Одна глава поселения Позвонила И говорит Ольга Николаевна Спасибо Что ты нас За людей считаешь Ух ты Да Не то что ты там Хорошую программу Что она там Красивая Что там проблемы Очень серьезные Подняты Она все это понимает Что-то поднято Какие-то проблемы Подняты Какие-то нет Ну вот Понимаете Какой Отзвук Иногда Вызывает Программа А ведь Это Очень Актуально То есть Не всегда Они у нас Люди Вот В полном Понимании Этого слова Ну конечно Все У них Немножко Не так Как в городе Тут рассказывать Не надо Ну прекрасно Знаю Да По себе Деревенский Уклад Он иной Там Иногда проще Иногда Замысловать Да 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 Но не особенно Ну вот Я никогда Не понимал В целом Если брать Всех нас Ведь у нас У всех корни Крестьянские Крестьянские корни Вот что Не знаю Цивилизация Это с людьми делает Когда мы Начинаем Вот как-то Ну с каким-то Презрением Относиться Что ли С каким-то скепсисом Колхозник Колхозник Да Колхозник Крестьян Ведь больше всего Пострадали Крестьяне И священники Это по летописи Солженицына Вот Больше всего У него там Цифры Все В нашей области Очень сильно Пострадали И вот мы Сейчас С Леонидом Григорьевичем Трошником От ректора Института Агробизнеса Совершенно Удивительный Человек Из команды Логинова Он при нем Начинал Алексей Петрович Ему помогал Все это создать Он там Все создавал И вот он Он объявил Конкурс Самая красивая Деревня Кировской области Его инициатива Конкурс Как раз сейчас Проходит Он закончился А закончился Уже жюри Подвело итоги Итоги не буду Говорить Нельзя Мы надеемся Что посвятим Эту отдельную Программу Обсудим этот вопрос Вернее уже Обсудили Уже договоренности Есть Да Договоренности Есть И вот он Проводил этот Конкурс И мы Смотрели эти Деревни Я была в очень Многих деревнях И вот они Конечно Очень тяжело Живут Ну вот У них Любимая Поговорка Надежда Умирает Последняя Они все На что-то Надеются Вот Ну а выход Как вы сказали Вот Поговорю С Троушниковым Поговорю С Логиновым Поговорю С Геннадьевичем Передовичем Репиным С Чекилевым Они какие-то Вот очень Мудрые Вот И это Дает Уверенность Да Какой-то Уверенность Я бы не сказала Нет А что Ну дает Желание Дальше Работать Ну некое Просветление Что ли Возможность Сбросить Вот этот Лишний Да Ну конечно Отчаяние Часто бывает Вот если Раньше Мы в первой Половине Программы Вот когда Был расцвет Ее И расцвет Были Точки Такие Для расцвета Области Как бы Существовали Вот То сейчас Мы очень Много Занимаемся Социальными Вопросами Ну Увы Ну не то чтобы Увы Без этого И не обойтись Безусловно Раньше Меньше Раньше Технологии Вот Что такое Почва Что такое Растение Чтобы вырастить Урожай Надо понимать Жизнь Растения И жизнь Почвы Вот когда Это Совмещается Понимают Плохо Да Очень редко Агроном С чем это связано Плохие учителя Нет Нежелание Вникать Что это такое Ни один раз Один глава района Не буду называть Какого спросил Ольга Николаевна Почему у нас Урожаев нет Вас спросил Меня спросил Северного района Мало ума на гектар пашни Понятно Это выражение Чкилёва Он просто повторяет Выражение другого Выдающихся Выдающихся Журналистов Нужно много ума На гектар пашни Все идет От почвы Земля Это вот Они очень сердятся Когда говоришь Земля Земля на кладбище Почва 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 живая Вот Соединение растений Почвы Вот Умелая Или неумелая Умная Или неумная Они Гостяне очень Консервативные Очень Очень И в социальных Вопросах Сейчас вот Остро Очень социальные Вопросы Стоят Дело в том Что Министерство Сельского хозяйства Кировской области Мало занимается Социальными Вообще-то Это может быть И не их дело Я ничего тут Не могу сказать Дороги Они не прокладывают Но Школы Они не строят Они Вот занимаются У них поля И фермы Но это прерогатива Конечно Других Да Учреждений Министерств В том числе Вы говорите о том Почему бы не координировать Эту работу Или что Да Об этом вот Фат Мудрисыч Хайрулин Говорит Руководитель Вятка Плем Вятка Плем Тоже из команды Логинова Вот остались Эти люди Вот он везде Эти вопросы задает Он пытается По собственной инициативе Его никто не просит Никто ему не говорит Делай вот это А он все собирает Три раза уже собирались По сельским территориям Ноль Пока ноль Вы ведь работали И в такое Один из таких Очень непростых Сложных периодов Это стык Я имею ввиду Девяностых Двухтысячных Когда у нас Массово Вот этот процесс Шел Развала хозяйств У меня честно Признаться До сих пор Личная обида Вот такая личная Какая травма Драма Что там В моей родной деревне Тоже собственно Не стало Уржомский район Уржомский район Уржомский район Савиново А ну знаю Бывало Давно Ее нет Ну в смысле Нет деревня есть Но хозяйства нет Хозяйства нет Я имела ввиду Да Даже знала там Руководитель Да вот личная Какая-то Вы знаете Такая вот обида За то что Огромное количество Территорий Пашни Да сейчас стоит Просто без дела И все давным-давно Заросло Как вот что Вы переживали В тот период Как-то пытались Вы знаете Ну меня очень Осветить Да конечно Пытались Объективно Рассказать про это Но видите Не всегда Ум с душой Ладит Я то По натуре Своим человек В 89 году Я знала Что Собирались Фермеры Под Москвой Их значит Приветствовал Михаил Сергеевич Горбачев Он прислал телеграмму В которой Упомянул Что это Путь России Ну он вообще был За частную собственность С самого начала С какого года Я не знаю Ну мы помним Да Да Он был за частную собственность Он видел Россию Другой Чем скажем Сегодня Россию Ну Человек Совершенно других взглядов Фундаментальных знаний Во всех Областях В том числе И в сельском хозяйстве Фундаментальнейших знаний Человек Вот Я считала Что Колхозы Вот мое мнение Было Что колхозы Разрушатся Обязательно Это ложная Система Вот Я сейчас Приехала Из Тужинского района И мне Главный Зоотехник Одного фермерского Хозяйства Говорит Я говорю Ну как у вас коллектив Хороший Сколько человек Там Шесть Восемь А как они Вообще Раньше Там война Была между Зоотехниками Ну такая Знаете Словесная Она говорит Очень хорошо У нас фермер Хозяин Раньше я Шла говорить На ферму Она давно работает Как на битву Значит Доярка мне Это не так делаешь Это не так Председатель делает Вот это плохо Это А сейчас я иду Все нормально Дисциплина Очень хорошая Вот Есть хозяин Понимаете Ведь вот Терентий Семенович Мальцев Выдающийся Человек Который Вот Беспложную Обработку Внедрял У нас В Сибири Он Я была у него На семинаре Случайно Еще когда В университете Училась Проводили семинары И как-то Попала я туда Мы едем По колхозу Все заросло Ну Сорняки И все Приезжаем Делянки Мальцева Все чисто Урожай высокий Я говорю Терентий Семенович Почему вот Тут так А тут так Он так Посмотрел на меня Ну вроде Ты Не понимаешь Ты понимаешь Что тут я Хозяин А там кто Вы понимаете Вот это Основа Сельского Хозяйства Поэтому Хозяйский подход Да Хозяйский подход Ну конечно С фундаментальными Знаниями Которых Очень не хватает В России Места Хозяйства Куда Куда Вы из раза в раз Готовы возвращаться С уверенностью Что там Все в порядке Вот там Работают Любимчики Что называется Есть Как у Вас Как у Тележурналиста Ведущих программ Я очень Раньше Любила Ну по старому Назову Колхоз Искр Калитемнического Района Там были Очень сильные Руководители Посредственно Рядышком Скотельнич Да И сейчас Неплохой Руководитель Ну я любила Это хозяйство Со всеми его Трудностями Проблемами Мы сняли Тогда очерк Еще с Кимом Худяем Царствием Небесным Оператором Вашим Оператором Долгое время Вы работали Да Долгое время Работали Он умер В 2010 Году Внезапно Скоропостир Мы тогда Сняли Очерк У нас Назывался Один колхоз Две трагедии Это о чем Было Это было Как руководил Хозяйством Председатель Который вернулся Герой Социалистического Труда Вернулся С войны Глухой Немой Потом он Как-то Немножко Поправился И Поставил Это хозяйство Создал Искорку Ансамбль То есть Он на культуру Обращал Не хлебом Единым Вот А потом Его вызвали В обком И говорят Что-то там Ему какое-то Замечание А не выбирай Больше не Не это Не надо выдвигаться Он бросил Парт-билет Значит Сказал Очень серьезные слова Не могу их повторить Мужские 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 Да Вернулся Грубые Грубые Вернулся И Было собрание И его Не выбрали Люди Которым Он создал Жизнь Я брала У него Интервью Последнее Когда Перед смертью Случайно Я говорю Вот если бы вы Сейчас жили Кем бы вы стали Он говорит Фермером Вот понимаете Вот в этих словах Очень большая Правда И пришел Второй Потом пришел Выбрали они Комсомольца Бывшего Главного Главного Комсомольца Района Ну как это Называется Не знаю Ну в общем Ну мы понимаем Да Руководил Комсомолом Все там Упало Запустение Значит Ронжин Умирает Пишет письмо Директору мясокомбината Антоле Прокупичу Родионову Толя Возьми мое хозяйство Родионова выбирают Он пять лет работает Поднимает хозяйство И умирает Очень рано Вот Один колхоз Две трагически Умирает Ну В общем то Он своей смертью Конечно умер Но у него был Букет болезней Логинов ему Взывал вертолет Чтобы его спасти Но не удалось Вот Вот Такие сюжеты Они конечно Интересны Вот Много я тогда Мы тогда с Кимом Много делали С оператором Таких материалов А сейчас Больше вот Как я сказала На социальные вопросы Ну давайте Социальных вопросов Немножко коснемся Да У меня сейчас Очень кстати Хочу подчеркнуть Да Очень хороший оператор Сергей Вожаев Молодой Очень талантливый Очень Да Я Ну надо сказать Что Современные Собственно Технологии Позволяют Непосредственно На телеэкране Да Наблюдать программы Дороги деревенские Я знаю На канале В ютуб Да Телекомпании ТНТ 43 регион Активно выкладываете Вы Свои передачи Да И у нас свой сайт Фермерский Да Смотрятся Смотрятся Они как на одном духу Что называется Это 10 минутки Да Каждая передача 10 минутка Вот пожалуйста А как кстати Выбираются места Куда поехать А никто Вот меня все спрашивают Вам кто-то говорит Я говорю Никто ничего не говорит Вы по какому-то сигналу Приезжаете Иногда по сигналу По сигналу Ну вот например Вот та поездка в Орлов О которой мы говорили Помните Да Там по сигналу По сигналу Когда люди говорили О том что они едут На прием Да В районные центры Церками называют А их Да И как царьки Их принимают Да Царьки как принимают Ну сейчас кстати Есть движение Там В положительную сторону Вот Да там Люди позвонили Я ездила туда По-моему Раза три Сначала Дом культуры Смотрели Бывший глава поселения Показывал Очень хороший Галамидов Глава поселения Бывший Вот Вот по сигналам Ездим Дальше Я люблю например Такие темы Связанные С православием Сама выбираю Никто не выбирает Много у вас Программ Да Таких Где говорится О храме О внимании местных жителей К восстановлению Храма Да Вот сейчас мы готовим Передачу 30 октября У нас день Жертв политических Репрессий День памяти Жертв Политических Репрессий Каждый год Мы делаем передачу Там были раскулаченные Там были Репрессированные Ну разные были люди Дети Их внуки А вот сейчас мы готовим Священники Потому что в июле Был царский день Памяти Столетие Со дня Расстрела Царской семьи Николая Второго Да Вот И Я была Четырехсотлетие Когда была Дома Романовых Меня пригласило Общество Дома Романовых Мы В 2013 В 2013 Соответственно Да Мы плыли Из Петербурга Через Екатеринбург Москву Петербург Где на поезде А ну вот это Последний путь Вы имеете ввиду Последний путь Царской семьи Там собирали Журналисты Очень было интересно До Костромы Мы плыли Потому что В Костроме Ведь начиналось Все Романовы Вот И Конечно Я очень много Тогда узнала Николая Втором Фигура Очень сложная Вот И вот эти Царские дни Романовых К столетию И мы Значит Записали Очень интересное Интервью В селе В Зуевском районе Суна Село Суна В Зуевском районе В Зуевском Есть такое село Красивое Кроме Суны районного центра Да Кроме Суны районного центра Еще есть Вот там есть Очень священник Настоятель храма Андрей Возженников Очень интересный Он вот собирает Значит Сведения О тех О погибших Расстрелянных Священников Они выпускают Книгу сейчас Вот я ездила К нему Очень интересно Он рассказывает И говорит Вот так Жизнь Замыкается По кругам По кругам Я говорю Как это Ну вот Например Там у них Жила матушка Старинная Ну в общем С царских времен Она жила Она ездила В священные Всякие места Встречалась Был такой священник Знаменитый Островидов Она встречалась С Островидовым Вот Островидов Встречался Значит С теми Кто сидел В ГУЛАГе Кто был Репрессирован Кто был Репрессирован В том числе Знаменитые люди Вот И Я тоже С ними Встречался А он Со мной Встречался Вот Он говорит Вот Образовался Круг Вот этих Людей Вот Чем больше Кругов Тем будет Правильнее Жизнь Вот Ольга Лушникова Автор и ведущая Программы Дороги Деревенские Мы Приурочили Эту программу К 25-летию Передачи Дороги Деревенские Сейчас небольшая Реклама После которой Мы продолжим Сделано в ветке Продолжается Программа Сделано в ветке Ольга Лушникова Автор и ведущая Программы Дороги Деревенские 25-летие Эта передача Отмечает Как-то по-особому Кстати Ольга Николаевна Будет Или просто В душе В душе Очень много Поздравлений Я получаю И по телефону И приезжают люди И вот из Уржума Приезжали Из Орловского района Приезжали И присылают Различные Поздравления На имя начальства А так 20-летие Мы отмечали Но тогда был Владимир Владимирович Сергеенков Жив Жив был Да Мы с ним Ну не очень Контакт у нас Сильный Серьезный был Потому что Ну немножко Разных взглядов Мы Вот А вот Когда он ушел В отставку Мы стали Очень дружить Это часто бывает Когда человек С должности уходит Как-то он раскрывается Ну он замечательный был человек Как человек Ну не зря же Владимир Нилович Многие называют Народным губернатором Совершенно До сих пор Народный Народный Во всех смыслах Плюсы и минусы Народный Как он говорил Как он выступал Как он умел преподать Меня поразило Что он приехал На ГТРК Я тогда работала У нас были программы Мы очень критиковали Логинов поощрял Что мы критикуем Областную власть Да Он очень поощрял И что мы Ограли Критикуем Руководителей Которые В колхозе Засели И идут к смерти Он очень это Не одобрял Вот И Владимир Нилович А он любил колхоз Ну так Жизнь у него Была устроена Вот Он приехал И говорит Вот Это ведь правильно Что Ольга Николаевна Говорит Я против А мне это нравится Это честно Вот понимаете Он честность в человеке Но это очень редко бывает В людях Ну Вспомните Как у нас Говорят Например Ну Различных партий Люди Только так Только так Нет Вот А журналисты Они конечно Сегодня Это Такая вот боль Моя Журналистика Поподробнее Пожалуйста В чем боль Ну Информация Это очень интересная Такая Проблема Информации Ее надо любить Понимаете Надо гоняться За информацией Надо радоваться Вот я говорю Вот Председатель колхоза Имени Кирова Получил Единственный Из области Получил Заслуженного Деятеля Нет Не деятеля Как у них Заслуженный работник Сельского хозяйства Какой район Оречевский район Колхоз Кирова Их ведь у нас По-моему Не один Имени Кирова А имени Кирова Да Да Вот А Никому не интересно Не интересно Как не интересно Вообще Сельское хозяйство Оно не интересно Журналистам Кировской области Они его не знают Не хотят узнать Не потому что Это так уж сложно Не понимают Ошибок Море Море просто Вот Что ни фраза Ошибка В газетах На телевидении Ну Не перечесть Вы звоните Пишите коллег Поправляете Нет Неудобно Пусть это остается На их совесть Неудобно Ну Я же не академик Я не преподаю Нигде Ну вы человек с опытом С большим опытом Ну так что Да Я хочу еще Спросить о такой стороне Журналистской деятельности Безусловно Приятной Это так Можно воспринимать Наверное Как некая награда Часто ли было В вашей творческой карьере Когда ваши программы Помогали Сдвинуть Дело с мертвой точки Исправить Что-то Когда чиновники Начинали Суетиться Шевелиться И вот Приводило к хорошим результатам Не часто Не часто Нет Вот когда был Алексей Петрович Логинов Он сразу Разбирал эту ситуацию У себя Приглашал этих людей Тогда было Да Но тогда были Сложные вопросы Решались Технологически А сейчас Не менее сложные Социальные Ну вот Последнее Это вот Лебяжский район Село Сенцово Там деревня Сенцово Хотели закрыть школу Но удалось Не только Детишек потому что мало Да Да Но понимаете Школа Культурный центр Ну да Конечно Вот Культурный центр Туда Там театр самодеятельный Там хор Там танцевальный Туда приезжают Из разных районов И дети Совершенно удивительные Вот Журналист Не я Другая журналистка Спросила Кто в России главный Мальчик второго класса Сказал Удивитесь Пушкин Пушкин Да Не Путин Пушкин Пушкин А какой Пушкин Поэт Неожиданно Да Да Удивляет Вот понимаете Они учат Вот Учат индивидуально Очень интересно Вот удалось Эту школу отстоять Ну не только программа Там и Присоединились Агропромсоюзы Фонд Мудрисович Хару А что конкретно Пришлось предпринять Все-таки А только доказательства Только доказательства Ну просто Ну они на суд Обратились Посоветовали Суд Прокурор вынес Своё решение Ну как я не скажу По-юридически Ну Своими словами скажу О недопустимости Закрытие школы Как социально-культурного Центра Вот удалось Вот школу отстоять Вот в Орловском районе В Цепелях Какие-то изменения Есть там Здравоохранение Да Здравоохранение И детский сад Там водопровод был Гнилой весь Вот Ну тут путём бесед Я скажу Не столько программа Путём бесед Вот С руководителем Хозяйства С С главами районов Ну так вот Относятся Остороженно Ко мне Когда я приезжаю Вот недавно Я в Даровском районе Иду так По коридору Слышу В администрации? В администрации Слышу Она приехала Шепоток такой По кабинетам Ну это не свет Для того чтобы Пула Она приехала Вот Ну Морально Они Пусть Николаевна Приезжай Морально Подержи А вот В Суне Вот в этой Зуевской Не удалось Клуб отстоять Сегодня я Руководителю звоню Изумительный руководитель Сергей Александрович Руководитель Изумительный Всё отстаивает Школу отстоял Фаб сделал Вся социалка На руководителях Я почему говорю Что они у нас Все выдающиеся люди Много их очень таких Они всё держат Вот Мокина Бобина Суна Вот всё Собакина Всё вот это На них держится На них Главы поселений Тоже участвуют Но не всегда Там у них Ситуация Очень сложная Экономическая У них мало Они отвечают За очень многое Да В обязанности Это им всё Вменено Денег Зачастую Нет на это Всё И вот Получается Такая Безвыходная Ситуация Зачастую Да Безвыходная И руководитель Сергей Александрович Лобанов Это вот Суна Очень хороший Руководитель Он сменил Генерал Там был Выдающийся Руководитель Вот И сейчас Тоже очень Сильный Вот Ольга Николаевна Буквально минута Ещё Хочу очень важный Вопрос Просто для понимания Как известно В следующем году Проект поддержки Местных инициатив В Кировской области Будет исполняться 10 лет 10 лет Срок Согласитесь Да уже приличный Вот вы на местах Отношение к ППМИ Видите Жителей Как они Его воспринимают Двоякое Значит Вот например 17 ППМИ Было в Собакино То есть Они там Всё за счёт ППМИ Сами собирали Вот И встретила Такую точку Зрения Очень интересную А почему Не государство Всё делает А То есть Полностью Да Почему государство Не возьмёт на себя Да Почему государство Мы молоко Производим Зерно Хлеб Всё Вот Дважды Встретила В этом году Отношение К ППМИ Но сделано По ПМИ Очень много И по моему Кировская область Одна из таких Одна из ведущих в стране Да Одна из ведущих в стране Благодаря Никите Юрьевичу Да По этой форме Да Инициативного бюджетирования Спасибо большое Стекло К сожалению Время нашей беседы Буквально Малую часть Успели затронуть Чтобы как-то Передать дух Деревенский Дух программы Дух дорог деревенских Ещё раз напоминаю Что Программа Дороги деревенские Выходит в настоящее время На канале ТНТ 43 регион Есть сайт программы Выкладывается Каждая программа На YouTube Можете заходить Смотреть Можете Не привязанным Быть к телеэкрану Спасибо большое Успехов Спасибо большое Успехов и долгих лет Ольга Николаевна Вам спасибо Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!